Юрис ван Ау, иконописец, ученик Леонида Александровича Успенского, директор Центра по изучению патристики в Генте. Вы являетесь директором Центра по изучению патристики в Генте. Могли бы Вы рассказать нам немного о его работе, в чем основная идея, и как все началось? Да, во-первых, я не совсем директор. Мы управляем центром целой группы. В основе наших начинаний лежит глубокая убежденность в том, что отцы Церкви, так же, как и еще не разделившаяся Церковь первых веков, примерно первых десяти веков, обладают определенной полнотой и богатством, которые необходимо донести до людей, особенно до католиков. В течение длительного времени они были отрезаны от этого богатства, ведь католическая, западная Церковь в действительности унаследовала видение самой себя с XI-XII веков, а предшествующий период был, можно сказать, забыт. В особенности время до Второго Ватиканского Собора 1965 года, ознаменовавшего перемены и привнесшего в жизнь Церкви новый интерес к источникам, к тому, как жила древняя Церковь, как в ней служилась литургия, к ее богословию и духовности, которые были ее неотъемлемой частью. Большая трагедия католической Церкви после XI-XII веков заключается в том, что разные сферы ее жизни стали существовать будто бы по отдельности. Богословие стало целым отдельным миром, духовность и мистицизм стали отдельным миром, литургия стала отдельным миром, а связи между этими сферами были утрачены. И именно это единство мы стараемся заново открыть на наших занятиях в Образовательном Центре по изучению отцов в Церкви через чтение текстов отцов, как латинских, так и греческих, и сирийских, как богословов, так и монахов. Мы хотим показать людям единство этого мира, центром которого является Христос. О Христе по-разному говорят, и Его по-разному проповедуют. Язык монашества отличается от богословского и литургического языков, но центром для каждого из них является Христос. Это мы и хотим донести до приходящих к нам людей. В основном патристику изучают в научных сообществах, например, на кафедрах богословия, где профессора читают тексты вместе со студентами на очень высоком уровне. И зачастую можно услышать критические высказывания о том, что они подходят к этой теме слишком абстрактно, что у них получаются очень интересные тексты, которые, однако, весьма отдалены от жизни. Отличается ли ваш подход? Стараетесь ли вы отказаться от таких методов? Какого взгляда придерживаетесь вы? Мы стараемся учитывать оба подхода. То, что мы делаем, нельзя определить как популяризацию в самом прямом смысле, поскольку в нашей работе весьма заметен научный интеллектуальный аспект. Ведь важно ставить перед людьми задачи, давать работу для ума, вот что важно. Но мы также стараемся быть частью того, о чем рассказываем, во многом благодаря людям, которые преподают здесь, а они, в общем, не являются учеными. Многие из этих людей живут церковной или монашеской жизнью, за их плечами долгий путь в этой области. Они передают свои знания слушателям нашей школы в очень живой манере. Ведь то, что они преподают, — часть их собственной жизни. И тогда люди на наших занятиях понимают и ощущают, что это не просто интересная научная беседа. Главное в том, я думаю, это самое важное, что они осознают, что это не просто интересная тема, а что это касается их жизни. Христос — вот центр, сердце этого разговора, понимаете? И нужно, чтобы люди всегда чувствовали и осознавали именно это. И у некоторых из наших преподавателей именно такое отношение. Они по-настоящему свидетельствуют. В большей степени, чем остальные, они считают, что главное не в академическом образовании, а в свидетельствовании всего богатства христианства, проявляющегося благодаря тем великим личностям, о которых мы рассказываем. Хорошо. Если я вас правильно понял, занятия в вашем центре — это и другие виды деятельности, может быть, духовная деятельность, например, молитвы, службы или паломничество, возможно, посещение каких-то мест, монастырей. Могли бы вы рассказать об этом? Да. Во-первых, для нас важно, чтобы каждый день, когда проходят занятия, некоторое время уделялось молитве. Это во-первых. Наши занятия начинаются с молитвы. Также в определенный момент мы совершаем службы. Очень важно, что это своего рода духовное мероприятие. Люди сходятся в молитве, в обсуждениях, разговорах друг с другом, они познают то, что им преподают, и все это вместе становится церковным событием. Мы также организуем различные мероприятия. Каждые два года мы устраиваем своего рода коллоквиум на некую духовную тему, в которой есть экуменический аспект. То есть, эта тема должна быть связана с обеими нашими церквями. И вклад в православную церковь здесь очень важен. Например, последний раз мы проводили коллоквиум по Иисусовой молитве. Главным докладчиком был православный епископ Каллист Уэр. Мы стараемся, чтобы помимо католиков в наших коллоквиумах принимали участие представители православной церкви. Коллоквиум проводится раз в два года, и на нем обсуждаются разные вопросы. Мы уже говорили о сирийских отцах, говорили об отцах из Газа, с их очень четким и ясным учением о христианской жизни. А сейчас провели коллоквиум об Иисусовой молитве. В промежутках между этими коллоквиумами мы организуем паломничество в важные для христианства места, туда, где оно появилось и стало развиваться. Мы связываем рассказы об этих местах с важными для церкви личностями, а также с красивыми произведениями искусства ранней церкви, византийскими и романскими храмами и так далее. Вы могли бы рассказать нам побольше о формах вашего сотрудничества с православной церковью, и, может быть, о разнице в подходах к патристики в католической православной церкви, а если эта разница есть? Да, конечно. Во-первых, сама инициатива по организации нашего образовательного центра появилась здесь, и с первого дня работа была связана с отцом Домиником Фербейки из православного прихода в Генте. Он работал над проектом с самого начала. Вместе мы составляли программы, лекции и все остальное. Он тоже преподает у нас. Здесь есть и другие православные преподаватели, например, из Свято-Сергиевского института, и вы сами тоже читали здесь лекции. Это очень важно. Главное не то, что мы регулярно и часто встречаемся, а то, что мы ощущаем общность и что в нас растет понимание. Мы используем общие основы, и у нас одни истоки. Православного может затронуть написанное латинским отцом, так же, как нас может затронуть то, что написал греческий отец церкви. Понимаете? И на самом деле они не так сильно отличаются друг от друга. Они ведь говорят об одном и том же, и по сути они очень близки друг к другу. И они дают новый ответ, весьма интересный. Это очень важно. Но есть разница в подходах, и основное это то, что в православной литургии звучит учение святых отцов. В литургии часто встречаются слова святых отцов, и таким образом люди получают знания через литургию, в которой представлено все богатство учения отцов церкви. Фактически в католической литургии также есть перефразированные мысли отцов, однако выражены они куда менее явно, скажем, они скрыты намного больше. Поэтому надо хорошо знать само учение отцов, чтобы увидеть его в литургии. То есть католическая литургия очень сдержана, в ней используется намного меньше слов, она в значительно меньшей степени катехизическая, в ней иной дух. Православная же литургия сильно отличается, богатство патристики выражается в ней в полной мере. Также в литургии проговариваются все аспекты догматического богословия и духовной жизни. С католической литургией дело обстоит иначе. Все это в ней есть, но в намного более скрытой форме. В католической церкви святых отцов фактически заново открыли после 1940-х годов крупные богословы, которые готовили Второй Ватиканский собор. Это были такие крупные богословы, как Даниэлу, Кангар, Ханс Урсфон Бальтасар, и каждый из этих богословов был замечательным патрологом. Они написали весьма важные труды по патрологии. Например, Ханс Урсфон Бальтасар был автором одного из первых исследований о Максиме Исповеднике. Они действительно знали образ мысли святых отцов, и главная их идея заключалась в том, что мы должны приблизиться к той старой церкви. Но происходит это только теперь. Во Франции в большей степени, чем здесь, где все это только начинается. Во Франции они ушли вперед, но в Германии тоже заново открывают эти учения, которые постепенно достигают Мириан и людей церкви. Чувствуете ли вы, что есть настоящая потребность, что католики жаждут услышать учения отцов? Кто является вашими студентами? Да, такое ощущение есть. Многим людям интересно то, что мы даем. но интерес очень скромный, ведь это самое начало. В настоящий момент интерес очень ограниченный и небольшой, но он есть, и думаю, он будет расти. Я надеюсь, что он будет расти. А какие люди приходят на ваши курсы? Самые разные люди. У нас есть священники, монахи, миряне, не самые молодые, однако, и кто-то из молодых приходит на лекции. И если они приходят, они продолжают учебу, ведь цикл длится пять лет, они не бросают. Почти никто не уходит за эти пять лет. Юрис, поскольку это образовательный центр, в нем должна быть программа. Что представляет собой ваш учебный план? Какие преподаются предметы? Как выглядит подготовительный процесс? Какие вы читаете книги? Как я уже говорил, весь курс длится пять лет. Первые два года мы идем в хронологическом порядке. Начинаем с апостольских мужей, а завершаем святым Иоанном Дамаскиным концом X века и вкратце говорим о более поздних периодах. Затем два года мы идем по катехизису и подходим к разговору о разных направлениях христианства через труды отцов. И далее наступает пятый год, который посвящен годичному богослужебному кругу. Юрис, можно ли ваш центр назвать институтом или это, так скажем, катехизаторская инициатива? То есть, вы даете ли вы какое-либо свидетельство? Даете ли вы будущее слушателям лекций? Рассчитывают ли они на какую-то деятельность после завершения курса? Нет, нет. мы просто надеемся, что это обогатит их духовно. Мы связаны с католическим викариатом, мы представляем собой элемент их программы, но мы лишь выдаем им бумагу о том, что они слушали наши лекции пять лет. Но это не главное. Мы действительно хотим, чтобы это дало приходящим людям духовное обогащение и богословские знания. Кому-то это пригодится в дальнейшей деятельности, остальным же это нужно только для личной жизни и обогащения. Пожалуй, было бы хорошо, если бы нечто подобное и появилось и вошло в практику в православных странах. Может быть, вы дадите какие-то советы, что следует делать, чтобы достичь того же, что и вы? Да я думаю, главное, все должно развиваться медленно и органично. именно так все было и у нас. Вначале казалось, что первые шаги и поиски займут очень много времени, но потом все как-то внезапно оформилось. Мы, в общем-то, не занимались организацией с самого начала, просто на основе идеи все складывалось очень постепенно. Главное, что сохраняется простота. Это скромное начинание, которое в действительности очень близко самой христианской жизни и истинному центру христианской жизни, и что эти курсы обогащают совместную жизнь людей, скажем, повседневную жизнь во Христе.